Бывают ситуации, когда у клиентов сроки оплаты длинные, а у поставщиков короткие. Используйте овердрафт от Тинькофф Бизнес и продолжайте работу. Тинькофф Бизнес и дело делается. День воскресный, день чудесный. Я спешу к вам с новой интересной истории жизни, которая несет в себе одну очень интересную изюминку. Прямо сейчас мы отправляемся в один из районов Москвы, где я вам покажу, как было раньше, как стало сейчас и что будет дальше. Мы познакомимся с главным героем выпуска. Харизматичный парень, который нам покажет квартиру, от которой я просто был в восторге. В этом выпуске мы пообщаемся с местными жителями, послушаем, что нам они расскажут. Дамы, добрый день. Я дико извиняюсь, а можно вас спросить? Мы просто сейчас ролик делаем про этот жилой комплекс. А это с ума можно сойти. Очень большой перенаселенный массив. У меня будут различные зарисовочки, у нас будет динамика. Тайм-коды ждут вас в описании, но лучше выделите часик времени и посмотрите от начала до конца, чтобы у вас сложилась та самая картина, которую я стараюсь заложить в этот выпуск. Не забывайте о том, что в первом закрепленном комментарии вас всегда ждет ссылочка на телеграм-канал, куда я выкладываю различные коротенькие видеоролики, наблюдения, с которых тоже можно приятно удивиться, получить полезную информацию, где-то посмеяться. Подписывайтесь прямо сейчас, ведь отписаться вы всегда успеете. Не размазывая кашу по тарелке, мы начинаем прямо сейчас. Приятного просмотра. Знакомьтесь, друзья, главный герой нашего выпуска Александр. Мы с тобой когда-то были соседями по деревне, скажем так. Я проживал в Кашире, а ты проживал неподалеку в Михнево. А сейчас ты уже такое длительное время живешь в Москве, да и на данный момент трешечка у тебя вот в этом доме, который на первый взгляд выглядит цивильно. Кто-то назовет его «человейником». Душат, нас заселяют, но обо всем этом мы поговорим по порядку. Сань, чтобы людям было понятно, вот живешь ты в Михнево. Как получилось так, что ты переезжаешь в Москву? Как ты познакомился с женой? Как вы пришли к выводу тому, что в этом доме вы хотите купить себе квартиру? С женой я познакомился так. Она у меня сама из Москвы, но дача у нее как раз в Михнево. У меня основное место жительства было в Михнево. Ну, как-то так встретились, познакомились. И вот, наверное, к году тринадцатому сошлись. Решили, что уже нужно работать. Я работал в области. Что нужно начинать работать в Москве. И переехали в Москву к ней, к ее родителям. Сначала, получается, жили у родителей? У родителей. Да, вот здесь важный момент, что родители жены жили-то на Таганке. Таганочка, друзья, это, можно сказать, райончик внутри Садового кольца. Шикарный район, исторический. Но есть свои плюсы, есть свои минусы. Но вы, уезжая из Таганки, вы уезжали прям с такими позитивными эмоциями, что особо-то вам оттуда и уезжать-то не хотелось, или как? Ну да. Ну, ты знаешь, они как бы эти позитивные эмоции, они были, знаешь, до определенного момента. Вот когда мы только прям сюда вот приехали, вот выбирали когда, да, жильем, в других ЖК еще во многих выбирали. Прям вот был такой прям хороший настрой, все, едем, все классно, район, все, походили, посмотрели. Тут он парк Кускова, вообще просто огроменный, да, всяких детских площадок, всего много. Ну, и потом вот тот за нами, который. Ну, до этого мы за нами, который еще дойдем. Он начал нам портить просто вот это настроение конкретно. У нас были накопления, ну, блин, всю жизнь работаем, все время копим, да, все. Копили-копили, у нас с женой вообще прям, как только мы с ней начали уже, знаешь, просто даже жить. Сразу поняли, что нам нужно будет жить отдельно, ну, планы строить, да, и копить. Вот прям все, что можно откладывать, да. Ну, думаю, входить в ипотеку, не входить в ипотеку. Знаешь, такая как бы, ну, весы. У вас квартира какой площади? По кадастровому, по-моему, 97. 97 метров, друзья, в гости. Мы сходим, Саня нам экскурсию устроят. На момент покупки какой это был год, и сколько она стоила? Так, это было начало восемнадцатого года, ровно 12 миллионов. 12 миллионов рублей, но квартиры без отделки, то есть голые стены, заходящие. Абсолютно. Даже, знаешь, в некоторых квартирах даже и стены не было, просто чисто, значит, футбольное поле. И первый износ у вас какой получился? 4 миллиона. 4 миллиона. Восьмерочку вы берете в долг, и, соответственно, на сегодняшний день вы ее продолжаете платить, правильно? Ну, да. На данный момент вот с этим государственной, как она правильно, государственной программой поддержки семьи, да, мы сейчас ее снизили вообще, это 4,39 у нас. 4,39? Да, с учетом того, что мы там уже большую сумму погасили, ну, большую часть там вообще, и еще у нас ставка сейчас 4,39. Короче, та самая история, когда уже смысл торопиться, что-либо закрывать, абсолютно нет. При такой ставке проще этот кредит платить и не более. Слушай, в 2019 году жилой комплекс этот сдается, у вас огороженная территория. Расскажи нам, пожалуйста. Дома, понятно, подземный паркинг у вас есть. А у нас с вами зарисовочка с подземного паркинга. Слушай, ну, по первым ощущениям, ну, реально шикарно. Неужели у вас нету проблемы с протечками, что полилось, машину затопило, все не так, все не это? Слушай, ну, с протечками, в принципе, по-моему, я видел, где-то там какой-то одной стене был, подтек, ну, не знаю точно вообще прям за счет чего он был. Не, ну, такого, чтобы прям с трубой. Не-не-не, здесь такого, знаешь, в кладовках, здесь еще кладовки есть, в кладовках были проблемы, а так нет, чтобы здесь что-то прям, знаешь, как и вот видео, были там двери, да, что-то такого нет. Нет, такого вообще никогда. Вот это место твое, 135, мы, получается, запарковались на него, жена твоя уехала на работу. Сколько стоит такое место? За сколько ты его покупал на момент покупки квартиры и сколько оно стоит сегодня? Покупали мы его в месяц, как раз, когда и квартиру совместно уже, да, и стоило оно, по-моему, рублей 900. Ты выбрал это место не просто так, вот из-за этого прогала, правильно объяснишь? Ну, да, чтобы дверь можно было открыть нормально. Как бы здесь ты увидел побольше, правильно? Да, да, да. Ну, оно было нарисовано, так, знаешь, тут просто был грубый столб и вот эта вот дерзиновка. Вроде показалось, что как раз хоть какую-то дверь можно будет спокойно открыть. Обратите внимание, знаете, есть столб, а за столбом прячется труба, и вот эта труба такая хитрая, потому что если мы будем открывать дверь, то мы запросто в нее ударимся. Но для того, чтобы даже, да, не удариться, почему я так делаю? Вот, ноу-хау наш человек продумался, поставил мягкую резиночку, закрепил ее. Мы с вами проходим дальше, и здесь интересный момент. Потолки здесь выше, и это неспроста. Показываю. 291, 292, то есть двойные места. Для чего? Вот такую технологию можно установить, но это уже за свой счет. Это поставил сосед твой, ну, ты человек и знаешь. Да, 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 да. Сколько это стоит? В районе 350, вот на одну, на одну. Соответственно, он заезжает, паркуется, если нужно, он может выехать, правильно? Да. Паркуется вторая машина, поднимается, и вот такая технология. Ну, да, соответственно, одна заехала, поднялась, вторая. А сколько такое место стоит? Слушай, я тогда не помню, но, по-моему, вот как раз, когда мы покупали, где-то в районе полутора, что-то так вот. Полтора миллиона плюс 300 технологий, миллион 800, ну, грубо говоря, плюс-минус точно то, что там. Ну, да. Салют. Будем считать, что начало положено. Оно действительно получается позитивным. Жилой комплекс был построен в 2019 году. Как рассказывают люди, все то, что обещал застройщик, он сделал. Детская площадка на территории, подземный паркинг есть, небольшая коммерция на первых этажах, есть гостевой паркинг и детский сад прям внутри дома в отдельном крыле. Ну, и закрытая территория охраняет их на сегодня Росгвардия по договору. И в целом, вроде бы, все хорошо. Но когда все хорошо, не так интересно. Хочется услышать и минусы, на что пожалуются, в чем видят угрозу люди, проживающие здесь. Обо всем этом я вам расскажу чуть позже. Сперва мы с вами забежим в один магазинчик в центре Москвы, а после я вам буду показывать ту самую изюминку выпуска. Друзья, а тем временем мы с вами перемещаемся на Малый Кисловский переулок. 9, строение 1. Куда я вас всех, собственно, и приглашаю. Здесь я себя ощущаю, как дома. Диванчик, как у меня. Кровати, матрасы, комплекты постельного белья, лежанки для собак. И все это в одном месте. Это шоурум компании Блю Слип. Я вам неоднократно про них рассказывал. В 2024 году будет как 5 лет, что я являюсь их полноценным клиентом. Дома и в квартире у меня все матрасы, только их. В дальнейшем уже присматриваю себе одну из кроватей дополнительно. В чем плюс компании? Ну, первое, друзья, сегодня в век интернета развитого, здесь есть полноценный шоурум, куда вы можете прийти и посмотреть, какой матрас вам подходит больше всего. Получить консультацию, выбрать и определиться с покупкой. Где вы сейчас такое найдете? Везде все вот тык-тык, тебе привезли. Более того, когда вы определяетесь с товаром, он к вам приходит с доставкой на дом вот в такой замечательной коробке. Вы можете забрать его, ваш автомобиль отвезти к себе, например, на дачу, кому-то сделать подарок. Ведь сегодня огромное количество людей покупает квартиры в новостройках, заселение, новоселье. Что подарить? Матрас. Идеально. Посмотрите, какая погода на улице. Дождь постоянно, этот холод. Многие хотят спать, высыпаться, чтобы проснувшись утром ты был заряжен энергией. С чего нужно начинать? С хорошего сна. Поэтому компания BlueSleep вам в этом полноценно поможет. Приехали сюда, определились, купили все то, что нужно вам для сна, заказали доставочку на дом, получили дополнительный бонус от меня по промокоду. Этот бонус, внимание, суммируется со всеми официальными скидками на сайте. Таким образом, вы можете остаться с хорошей копеечкой в кармане, сэкономленная копеечка. Многие из вас уже стали клиентами компании. Не забывайте, что есть шикарная возможность. Купили матрас, попользовались. Если вдруг так сложилось, что он вам не понравился, без проблем, вы всегда его можете вернуть. То, как показывает практика, возвращают, наверное, единицы. Поэтому, друзья, смело переходите по ссылочке в описании. А на сайте вас встретит много интересных товаров. Так, например, одеяло гравитационное. Оно помогает снять напряжение и погрузиться в более глубокий качественный сон. Вот про него почитайте подробнее. И еще хвалят тревел-подушку для шеи. Все те, кто много путешествует или в целом любят поспать в транспорте, покупайте. Если вы из других городов, ничего страшного. На сайте есть максимально подробная информация по каждому продукту. Все можете изучить, определиться, заказать доставку на дом и высыпаться, наконец-таки высыпаться на здоровье. Пользуйтесь. Блю Слип ждет вас в описании. А мы продолжаем. Вот это вот современность. Это новая. А вот за моей спиной пятиэтажечка. И на ней я хочу сделать акцент. Вот в этом-то и скрывается изюминка этого выпуска, о которой я вам сказал в самом начале. Давайте сделаем с вами интересную зарисовочку. Ну вот были пятиэтажные дома. Вот просто смысл-то в чем? Посмотрите, да, ты выходишь из дома, из двора, небо видно, не такая вот, нет вот этой давки так называемой. Но их все, ломают и на их местах вырастут точно такие же новостройки. И с одной стороны, когда я читаю ваши комментарии, не то, зачем это надо, подходишь к людям, ну прям таких радикальных настроек скажут, нет, я против. Я знаю, что в теории они существуют, они есть. Но найти их у нас пока, нам пока не удается. Ты вообще вот с точки зрения этого, что думаешь? Как вообще? Пятиэтаж? Я не то, что знаешь, там против. Я просто, конечно, хотел бы, чтобы вместо этого здесь что-то было более зеленое, наверное. Я же понимаю, что мне вот этого уже достаточно. Сейчас еще вот сюда вот это и что? Не, ну ты думаешь о себе, а другие тоже жить хотят. Ты-то себе уже купил? Нет, посмотри, допустим, вот этих людей, я так понимаю, их уже сюда вот, наверное, переселили. Сюда приедут еще. Да? Тоже верно. Откуда они приедут все? Откуда? Откуда? Я не знаю. Кто знает? Да, я просто не понимаю. Просто, понимаешь, вот такое количество квартир, это же не просто, знаешь, там вот даже наш дом, он такой один, вот там, да, и не особо такой высотный. Вот они, вот ты посмотри, правда, там по 30 этажей. Вот эти все вот, вот эти три дома можно в одну вот такую вот запихнуть. Ну да. Остальные для кого? И они все же приедут сюда? Для вновь прибывших. Ну, для вновь прибывших понятно, да, но только это здесь, это вон там, это вот тут. И что мы здесь будем делать-то? Как в метро, что ли, вот так вот ходить? Да. Ну. Все. Здорово. Вот, чувствуете, да? Через камеру в сотый раз скажу. Тяжело все передать, потому что, ну, вот я стою, смотрю, да, вживую, чтобы не посмотреть на дом. Да это вообще, когда голову поднимаешь, ну, слегка голова кружится. Я уж, конечно, не буду врать, что я прям падаю, блин. Ну, вот так вот ты смотришь, думаешь, охренеть, вот эта высота. Это еще хорошо, что они делают хотя бы разноэтажности, что оно как-то смотрится немного полегче. Потому что, если бы все вот это было такое высотное, ну, это просто пипец, блин. И когда заходишь во двор пятиэтажных, ну, прям по-другому. И мы с вами перемещаемся в пятиэтажный дворик. Вот так этот район выглядел, скажем так, в первозданном виде, когда его застраивали. Вот они, пятиэтажные дома. Вот давайте просто по кругу так пройдемся. Посмотрите глазами, что происходит. Ты здесь выходишь, понимаешь, вот оно небо. Все такое приземленное. В силу того, что пятиэтажный дом, население меньше, плотность меньше, с парковочными местами, ну, теоретически должно быть меньше проблем. Хотя, когда эти дома строили, тоже не было предусмотрено, что в каждой квартире будет по машине, а то и по две, а то и по три. Детские площадки, детские сады, школы, все есть, но вот спокойно. И с одной стороны, по ряду показателей, это жирный плюс, это жирный лайк. Но люди сами начинают говорить, хочется нового, хочется квартир попросторнее, хочется более продуманных планировок, хочется лучше входную группу. И вот все то, что несет в себе новостройство. С одной стороны, простые истины, всем все понятно. Но с другой стороны, вот это вот одна из тех тем, которые очень часто обсуждают. Короче, все, начинаются живые эксперименты. Несмотря на то, что мы находимся на территории жилого комплекса современного, за моей спиной сидят бабушки. Саша говорит, это дом, не по реновации, само собой. Здесь, по идее, переселенцы нет. То есть купили, Сай, может быть, дети купили. Пойдемте спросим, как им здесь живется. Дамы, добрый день. Я дико извиняюсь, а можно вас спросить? Мы просто сейчас ролик делаем про этот жилой комплекс. Вот вы раньше, к примеру, жили в пятиэтажках, да, наверное? Да, да, да. А вы сюда переезжаете, как, вы же не по реновации вас сюда переселили? Нет, купляли. Покупали, правильно? Да. Ну вот, скажите нам, пожалуйста, молодым, вот с опытом в жизни, где вам больше понравилось? В пятиэтажке? Маленькая застройка, тихий зеленый дворик, или все-таки вот в таких современных домах? Это даже не в сравнении. Это даже не в сравнении. Вот здесь. Вам здесь понравилось? А вам, смотрите, мнения разделились. Пятиэтажка. То есть вы больше скучаете по пятиэтажным. Очень. А можете объяснить, а чем вам в пятиэтажке нравилось больше, чем здесь? Чем понравилось мне пятиэтажка больше, если мерить городскую жизнь? Я всю жизнь прожила в селе. Да. Я венский житель. У меня больше приземленная. Действительно, тишина, спокойствие. Эти же удобства. А это с ума можно сойти. Очень большой перенаселенный массив. Спасибо. Нет, сынок, тут лучше. Вот здесь лучше. Тут легче прожить. Вот вам чем лучше? Я в деревне жила в Пензенской области. Там тоже плохо. А тут лучше. Тут все. Я с дотерью живу, она кормит меня. А у меня пенсия маленькая, на моей пенсии только побираться. Я тебя спрашиваю об этом. Тебя об этом не спрашивают. Здесь лучше. Не, ну вам, короче, в новостройке вот такое высокое понравилось. Да нам хотя бы не выгоняли нас жить лучше. А вы что скажете? Сейчас, сейчас, сейчас ко всем подойдем. Я считаю, что здесь уютнее, комфортнее. То есть больше понравилось, да? Я тоже жила в пятиэтажке. Слушайте, а вы можете рассказать, как так получилось? Вот вы, например, в деревнях жили, а сейчас вот в новостройках живете. Со временем? Дети собрали. Дети собрали. Молодцы у вас дети. Да. Дети, если вдруг смотрите, вообще, ну шикарно. Родителей взяли к себе. Я, ну честно говорю, надо гордиться такими людьми. Молодцы, правильно воспитали, значит? Да, да. Вот, молодцы. Хорошую дочь взяла меня. Не гоняет вас молодежь, что не говорит? Там, что вы тут расселись, биндоваете, сидите, мешаете. У нас очень хорошее отношение. Тем хорошо, что здесь спокойно, закрыт двор. Алкоголиков и каких-то преступных элементов здесь не гуляют. Здесь нету трассы, здесь никаких нету машин. Спокойно вышли, лавочки за нами бегают. Мы захотели, прям хоть тут посидели, хоть там посидели. Мы просто отдыхаем здесь. Здесь нам очень нравится. Зашли в подъезд, чистота идеальная. Все хорошо. Вот мне тоже дочь купила квартиру. Сама живет отдельно. Я не с ними живу, я одна. Мне очень нравится, все чудесно. Все хорошо. Поликлиника рядом. Все рядом. Что бы ты захотел? Магазины, да? Магазины. А метро далеко? Окска нет, недалеко. Тимур, мимо проходил, говорит, смотрит канал. Не упустил я возможность, вот по-живому человек. Тимур, нам что-то все ходят, здесь хвалят все. Подошли к пенсионерам, ой, все хорошо. К жильцам подходим, да все здорово. Есть свои, конечно, у этого дома проблемы. Какие? Можешь хоть одну назвать? Злые люди в чате. Жильцов. Вечно недовольные чем-то. А вот если вы заглянете, ну, наверное, у каждого дома есть свои косяки. Здесь вот с парковкой периодически бывают проблемы. Район перестраивается и перенаселяется. Длинную историю сделать короткой. С паркингом здесь, само собой, большие проблемы. Несмотря что в этом комплексе есть подземная парковка, это, так сказать, повезло тем, кто успел купить. А в остальном за парковочные места там целая битва идет. Поэтому вы должны прекрасно понять. Ну, гляньте, какие дома. Какая высота домов. А парковочных мест не хватает на всех. Поэтому вечером там голодные игры. Было. С заездами, не заездами. Со шлагбаумом здесь проблема была с ПО. Но здесь все равно всяк лучше. Вот у нас еще квартира напротив пики. Не сравнить, конечно. Потому что там здесь, по крайней мере, нет проблем с лифтами. Ну, так, с укашкой есть, конечно, свои недоговоренности. Но это, скорее, человеческий фактор. Короче, я правильно понимаю, что все, что вы перечислили, это какая-то плюс-минус по мелочи. Чего-то голова. По мелочи. Может быть, с отдел какие-то проблемы там были, но они решаемые были. Так, в целом, честно говоря, цена-качество. Мне кажется, что здесь людям не на что сильно жаловаться. Знакомьтесь, шикарная женщина Елена. Елена, скажите, пожалуйста, вот вы здесь живете. Почему вы вообще купили здесь квартиру? Зачем вам этот дом? Почему не остались, не знаю, там, на вторичке? Не поехали жить за город? Не поехали жить в другую новостройку? Почему здесь? Ну, наверное, потому что с дизайнерской стороны понравился очень дом. И мы его признали лучшим домом в районе. То есть вы выбирали, смотрели, и вот этот вам прям больше всего зашел. Да, это лучше, это реально лучший дом. Мы стараемся найти плюсы и минусы. Нам уже рассказали о том, как у вас здесь здорово на территории, детский сад, парковка и так далее. Вот на что бы вы пожаловались? Вот если я вас спросил бы, Елена, что не нравится? Что первое приходит вам в голову? Что не нравится? Ну, наверное, да нет, все нравится. Чего не хватает? Чего бы хотелось бы еще, не знаю, ресторан на первом этаже, магазин поближе какой-нибудь. Ну, вы знаете, нет. Мы просто жили все не очень долгие. Всего лишь полгода. Поэтому, может быть, нет определенных каких-то еще, не сложились такие умозаключения, что не хватает. Поэтому на этот вопрос пока сложно ответить. Прекрасная девушка Алина. Алина подписана на канал, говорит, смотрим. Я говорю, а нам надо комментарий. Алин, мы сняли полноценный выпуск про ваш жилой комплекс, пообщались с разными людьми. Вот что ты скажешь? Классный или хрень полная? Классный. Быстро очень решаются вопросы. Например, моя проблема в прошлом доме, где мы жили, это шума соседей. Наверху поселились какие-то гитаристы, у которых были такие тяжелые басы. И вот я была в положении, и мне очень мешал тогда звук посторонний. Здесь же вот есть частная охрана, к которой можно позвонить. И 10 минут все. Здесь искали локацию, чтобы было удобно добираться до центра. Здесь есть, пожалуйста, электричка, выезд, такси, это выделенная полоса, автобус. В общем, как до трешки, так и до МКАДа легко можно на собственном автомобиле добираться. Искали, чтобы был паркинг. Здесь есть подземный, правда, мы не успели арендовать машиноместо. Ну ладно, потом я и от машин избавилась, поэтому мне сейчас нисколько актуально, насколько вот безопасность, охраняемость. Здесь, в принципе, и с детьми свободно гуляют. Закрытая территория. Вообще приятный дом. Слушайте, ну в любом случае у всего есть две медали. Вот есть плюс, есть минус. Вот давайте попробуем. Это и найти минус. Сынок, а вот пенсии, ты не скажешь, что... Ну про пенсии у меня чуть другое. На 40 году сажу. Ты успокойся, Маша. Я с точки зрения того, я именно с точки зрения дома. Может быть, я не знаю, есть ли они вообще. Если нет, так и скажите, что нет. Потому что я здесь третий год, и минусов сильных здесь я не увидела. Здесь действительно все сделано для человека, чтобы он комфортно и во льготно жил. Вот управляешь компанией, вам снег чистит, я не знаю, там убирают. Ну чисто у вас сейчас, реально, друзья. Все убирают. И у нас была первая команда клининга. Девчата убирались лучше. И дворники. Дворники. Лист прям с воздуха сцепляли, только чтобы тут нет. Все было хорошо. Здесь еще немножко вот сейчас есть. Но все равно очень чисто. Чего не хватает? Что обещали, не сделали? Есть такое вообще? К чему придраться можно? Нет. Ты знаешь, вот прям придраться к чему-то. Может быть, знаешь, какие-то там ошибки. Пристроить неправильное расположение тех или иных мест. Ну как вот, допустим, смотри. Вот это у нас зона разгрузки. По сути, въезд на нее грузовым транспортом осуществляется по той же дороге, по которой мы заезжаем на подземную. Вот я, особенно вечером заезжаешь на машине ты, за тобой еще кто-то, напротив тебя машина едет грузовая, да? Естественно, ей задом уже ни туда, ни сюда, тебе надо назад, сзади тебя машина. И начинается вот это вот. Вот, как бы, знаешь, такая может быть непродуманность. Такие мелочи, которые вроде как мелочи, но жить они не приятны. Ну да, да, знаешь, они как бы, не всегда это, знаешь, это редко, естественно. Ну вот, как бы, вот такой вот. Мы затрагиваем тему еще, знаешь, перенаселение. Раньше были вот пятиэтажки, их сейчас все ломают. Вот смотри, какие, раз дом, два дом. Плюс здесь сейчас еще целая линия реноваций. И я думаю, что здесь беда. И плюс там сейчас еще в конце строят такой вот мини-кластер такой высотный. Я вообще не представляю, там, какой коэффициент парковочных мест и как они рассчитывают. Ну вот, здесь еще рядом метро, поэтому машину, без машины сел, поехал, нет? Ну, в 15-20 минутах таким пешочком бодрым. 15-20 минут? Нам пенсионеры сказали, 5 минут идти. А метро далеко? Окска нет, недалеко. Сколько идти? Минут 5. Пешком? А, ну это вообще прям близко. Не-не-не, 5 минут здесь метро нет. Чуть-чуть это, да? Не-не-не, пенсионерским шагом, наверное, минут 20. Моим бодрым, молодым, наверное, минут 15. Вот она прямо, вот смотрите. Отличная возможность показать всю картину, да? Вот, с левой стороны старый жилой фон, как это было раньше. Вот почувствуйте стоять разницу по-живому, да? Такой проспект, ну здорово. И поворачиваемся на правую сторону. А вот она современность, вот они реалии. Как бы нет задачи, знаете, сказать, что вот это неправильно, это плохо, вот то хорошо, стройте пятиэтажки. Здесь рынок, здесь спрос рождает предложение. Если бы вот в таких там новостольках никто бы ничего не покупал, соответственно, были бы какие-то другие предложения. Но народ-то берет, ипотеки берут, наверное, 30 лет, с удовольствием берут, счастливы. Им только вот парковочку сделай, порядок наведи, все. Вообще вопросов не будет, все будут довольны. Поэтому это реалии. Я не к тому веду, да, что нас там переселяют. Вот здесь такая очень тонкая тема, мне прямо интересно, что вы напишите. Ведь сами хотят переезжать. Как-то создали образ в жизни такой, что новострой, там лучше, классно, ну вот. И я подчеркиваю, я не хочу сказать, что старый фонд он лучше. Везде есть свои плюсы, минусы, свои проблемы. Но вот возможно бы на его месте было 12-этажные дома. Вот оптимальный вариант был бы. Не более. Там 5, 7, 12, такая же разноэтажная застройка. И было бы неплохо. И переселять было бы людей проще. Точно так же вот. И строилось бы это быстрее. Ну, короче, есть над чем поразмышлять в комментариях. У нас такая еще зарисовочка в этом сюжете идет, что здесь раньше в округе вот, пятиэтажки все были. Их сейчас все ломают. Ужасные пятиэтажки. И вот это вот все застраивается. То есть перенаселение становится. Что по этому поводу? Это, конечно, в сравнении с Кудрово, они очень хорошо, потому что забиты дороги. И все. Но с другой стороны, вот эти тараканники с клопами, я считаю, что нужно сносить все полностью. Возможно, пересматривать застройку именно такими высотными зданиями. Но клоповники нужно однозначно все эти перестраивать. Я бы не назвал, что это Человеник. Вот скорее Человеник это напротив. А здесь вот какой-то он такой обособленный. Здесь вот поприятнее все-таки аудитория жильцов. И вот здесь мы, конечно, тоже такую интересную мысль хорошо подмечаем, что вот эти дома, допустим, 10 домов вокруг взять. Их всех можно переселить в один дом, вот современный, высотный. Но таких-то домов становится все больше, больше, больше. И, соответственно, их под кого? Кто сюда будет сжать? С каких городов? Все, получается, что? Можно всю страну в один город переместить. И вот тогда что будет? Вот эта вот тема интересная. Поэтому ваше мнение пишите в комментарии. Слушайте, ну мне кажется, с тем, что вы здесь как пенсионеры еще проживаете, в этом тоже есть дополнительный плюс. Знаете, обычно говорят бабушки, они сядут, они всех видят, всех знают. Наверняка, когда мы сюда зашли, вы такие, опа, а вот этих вот ребят у нас здесь не живут, правильно? Нет, я вот с этого даже внимания не обратила. А вы обратили, правильно? Обязательно. Вот, вот, вот. Видите, друзья, это тоже очень хорошо, потому что вы уже понимаете. Мы сразу поняли, что вы чужие. Ну все правильно. Так, ну у меня вам вопросов больше нет. Это вам только добра, здоровья, и вам, чтобы кто-то может услышать, пенсию вам подчинят. Спасибо большое. Я понял. Смотрите, мы выходим на первый этаж. Это, собственно, рецепшн, подъезд, как угодно его можно назвать, входная группа. Как вам больше нравится. И вот здесь, как обычно, что меня удивляет? Вот, казалось бы, смотрите, предусмотрено застройщиком место для того, чтобы здесь был консьерж, сотрудник. Даже написали, на английском написали, рецептион. Тоже чуть кривовато висят. Но это не страшно. Почему нет человека-то? Да на общем собрании решили, что они, в общем-то, и не нужны, так как выбрали вместо консьержев охрану. В Росгвардии сидит два поста. То есть у вас въезд, выезд на охране от Росгвардии? Да, они сидят вот здесь, и там, в том углу. И поэтому и камеры повесили, и поэтому... Но за четыре года каких-то происшествий-то как таковы-то не было. Но тем не менее, на первом этаже, кто-то у вас там шатался, объявление написано. Друзья, ну посмотрите, в целом, да, вот атмосфера. Дом, подчеркиваю, в 2019 году был сдан. То есть в целом все чистенько, аккуратненько. Есть, конечно, косячки, ну, например, покажи. Вот прям буквально сегодня отвалилась буква, отклеилась. Ну, понятное дело, подклеить, это не так страшно. Самое главное, чтобы это отработали, да? Где-то чуть-чуть там кривовато. Но это, скажем так, вообще мелочи, которые в ней придраться. Ну, вот доска объявлений, вот какой-то товарищ здесь. Данным лицом были совершены противоправные действия. Вот там вот висит табличка, что человек там велосипеды снял. Но это старая табличка, кстати, и она там, не знаю, насколько актуальна. Кто обнаружил его, просьба обратиться сразу. Это да, это вот тут вон там, в ней висят. Кто-то заходит, ну, сам понимаешь, ремонт делают. Что, они каждого ремонтника будут здесь проверять, что ли? Вот такая история. Смотрите, зона специальная, да, для колясок, велосипедов. То есть это у вас согласовано, это изначально так подразумевалось. Это было, да, да, да. Ну и, собственно, почтовые ящики. А сколько здесь этажей вот в этом? 12. А, 12 этажей, в принципе, еще и не так много. Вот этот дом застройщик позиционирует как комфорт плюс. Я предлагаю вам пойти в гости к Александру, потому что на момент съемки, когда я ознакомился, все смотрел, мне сначала прям все очень понравилось. Особенно я остался в восторге от планировки и ремонта в их квартире. Мне прям все понравилось. Но есть несколько минусов, после которых я прям Саша сказал, что я бы здесь квартиру бы себе точно не купил. Хотя изначально кажется, что все максимально идеально. Посмотрите. Лично для меня был бы плюс, но жильцы посчитали, что нахрен не надо. Там у нас мусоропровод. То есть по-хорошему он должен был выходить, а кошка там есть для того, что можно было проверить, скинул все и ушел. Но антисанитария, крысы, тараканы и так далее, и так далее, и так далее, людьми было принято решение, что не надо. Вы выбрасываете мусор возле дома. Ну, что в этом плане успевает вас всех вывозить? Народ-то у вас полно. Ну, успевает. Такой, выходные там бывает, знаешь, прям уже с горкой чуть накидывает. Но он приезжает постоянно, машина все вывозит. А вот здесь еще интересный момент. Вот знаете, вот планировки, вот это вот все настолько понапридумают. Вот смотрите, мы заходим, у нас подъезд, наш корпус сделал так, что у нас на этаже 4 квартиры. 4. Это очень мало на самом деле. В пятиэтажках на этажах было, как правило, там 3-4 квартиры. Раз, два, три, четыре. А вот это вот у нас получается выход на лестничную клетку. Ну, давай проверим просто. Пойдемте, пойдемте все вместе. Пойдем, да, пойдем, пойдем. О, там видно. И, короче, не курит никто здесь. Но с нее невозможно спуститься на паркинг. А прямо сейчас мы с вами заходим в гости к ребятам. Друзья, я уже посмотрел квартиру, и я вам могу сказать, вы сейчас точно будете в восторге. Но мне эта квартира очень сильно понравилась с точки зрения дизайна и планировки. Ну, смотрите, 96 квадратных метров. Когда покупают, естественно, здесь ничего нет, ну, как бы пустые стены стоят, квартиры без отделки. Все, что вы увидите, это было сделано за их счет. Сколько потратили денег, я вам все скажу. Первое. Шикарная прихожая. В квартире вообще поначалу заложено два санузла. Ну, а строй, все дела. Вот здесь плюс-минус должен быть, ну, назовем его гостевой или там промежуточный. Просто вот унитаз и все. Ребята сделали по-другому, так как устраивают их. Подчеркиваю, три человека им достаточно. Вот смотрите, вот что круто. Нажимаешь, открывается. И у тебя специально сделаны стеллажи. Как бы это можно обыграть под что угодно, под хранение. Ну, вот смотрите, обувь, шкафчики. Все, ты зашел, спокойно разделся. Вот давайте начнем с изюминки. Мы идем с вами на кухню. Они объединили кухню и гостиную. И что у нас получается? Заходим. Огромное количество места. Пожалуйста, все подсвечивается. Специально выбирали квартиру так, чтобы был балкон. Многие новостройки уже балкона вообще не предлагают. И здесь балкон в летнее время можешь выйти. Там, я не знаю, в зимнее что-то здесь хранить, если надо. Но сам по себе балкон все чисто. Максимально чисто. И все прямо сделано так. Знаете, видно, грамотный подход был. Значит, далее показываю. Посмотри, гостиная. Вот сейчас, кто живет в небольших квартирах, да, друзья, по-доброму, по-завидовому. Вот это кайфы. Ты просто пришел, ай-яй-яй-яй-яй, завалился. Налил себе чайку горячего с лимоном. Жена сидит, дочка дома. Ну, какой-то фильм. Воскресный выпуск. Воскресный выпуск. Включил. Ты и отсюда можешь посмотреть. И со стола. Ну, посмотрите. Окна, да. Раз окно, с балкона два. То есть, света, в принципе, достаточно, если полностью все открыть. Вот ты сидишь, вот обрати, пожалуйста, внимание на мою голову. Вот я сижу. Мне неудобно, да, все равно, если там долго сидеть. То есть, надо либо подушку подкладывать назад. Либо купить себе нормальный диван. О, смотри. Оп. Все, можно так. Хочешь. Так. О, все. Короче, можно зафиксировать и сиди, смотри. Ну, кондиционер, само собой, дополнительные зоны хранения. То есть, пространства много, кислорода много. Потолки сейчас вот в чистовой такой отделке примерно 2,9. Идем дальше. Первое. Это у нас санузел. Покажем вам его на перебивке. Отдельный туалет. Как некоторые из вас хотят. Пожалуйста. Отдельный туалет. Все, есть. Дальше. Ванная комната. Тоже полноценно. Ванная, душевая. Мойся, купайся. Кому как больше нравится. Далее. Заходим в первую комнату. Это спальня. То есть, видите, да, разделено. Там тусуемся, здесь отдыхаем. Заходим. Светлая, просторная комната. Все грамотно сделано. Такая современная, я бы ее сказал, на сегодняшний день. При этом здесь можно утром сел спокойно. Так. Мне нужно поговорить. Открыл компьютер. Конференция. Пообщался. Быстренько. Понятное дело, что это не полноценное рабочее место. Это не то, за которым ты сидишь весь день. Это вот. Проверил почту. Встал. И пошел. Эти окна у нас выходят на улицу. Но сейчас в силу того, что холодно, окна закрыты плотничком. Никакого шума нет абсолютно. Но летом Саня отмечал, что да, если открыть, дорогу слышно. Ну, понятно дело, ты живешь возле дороги. Шестой этаж. Вот в этом доме, как и, собственно, везде, чем выше, тем квартира дороже. Потому, что чем выше этаж, это, как правило, меньше пыли, меньше шума, типа лучше виды. И, соответственно, цена выше. Платишь за все это дело ты. Выходим. И здесь комната дочери. Ну, вот дочери, я прям вообще, ну, шикарно. Вы посмотрите. Вы посмотрите. Мне кажется, вот, в таких условиях должны жить дети. Все дети на нашей планете. Ну, вот смотри. Уютная, хорошая комната. Красивая кровать. Да? Домиком сделан. Это подсветка в вечернее время. Я прям представляю. Я сейчас заплачу. Мне просто настолько кажется, это все милым и таким уютным, что, ну, это круто. То есть, квартира, понимаете, быт вызывает на эмоции. Вот кому бы мы ни приходили, у всех по-своему прикольно. У всех по-разному, но прикольно. Офисный детский стульчик. Как вам? Садишься, уроки. Окна также выходят. Не во двор, а на обратную сторону. То есть, ну, можно открыть. Сиди. Места полно. Здесь сделан теплый пол. То есть, для ребенка максимально продумали. Вы понимаете, раньше здесь был балкон. Вот его объединились в комнаты. Пространства стало больше. Дополнительно утеплили. Все. Ну, в квартире на данный момент практически, ну, везде отключена батарея. За исключением только этой комнаты. Вот здесь она подогревается. То есть, ребенку в комфорте. А там не нужно в силу того, что, ну, пока, во-первых, морозов нет. Да и, как Саша отмечает, дом сам по себе теплый. Как вам? Как вам такая квартирка? Значит, по цифрам. 12 миллионов покупают. Были такие цены за вот такие дома. 5500 он вложил на момент 2021 года. В 2021 году закончен ремонт. Смотрите, вот, 2023 год кончается. В каком состоянии квартира? На сегодняшний день, я думаю, что вот такой ремонт обошелся бы в 8,5-9. Теперь же, смотря, когда покупать. Вот так. Ну, и парковочное место 900 тысяч. Вот детский сад. Это сразу интересно. Вопрос. Вот сколько стоит ребеночка отправить? Смотри, мы в одно время своего ребенка туда водили. Очень хорошо. Ну, знаешь, мне понравилось. Хороший сад, там прям вообще все чисто. Ну, ты сам понимаешь, он новый, дом-то новый. Сад новый, воспитатели все хорошие, молодые. Детей туда водили, у нас группа там была там максимум, по-моему, 7 человек. 7 человек. Да, 7 человек. Офигеть, ну это круто. И они давали скидку жителям ЖК. И получалось, по-моему, было 35, мы ходили за 30. Да это вообще подарок судьбы. Ну да. По факту. Ну да. Друзья, чтобы вы понимали, смотрите, вот у меня дочь ходит в садик. Мы платим там примерно 3 тысячи рублей за сад, плюс там еще, может быть, 2-3 тысячи, не помню, за какие-то секции. То есть, ну, 6-7 тысяч, плюс-минус так. Это государственный сад у него во дворе. В доме, в соседнем, да тоже вторичка. Там на первом этаже есть детский сад, частный типа. Там, ну, в квартире, грубо говоря, сделали, в большой. Там тоже 30-35. До этого мы были ЖК премиум класса, там соточку, будь добр, заплати. Но здесь за эти деньги ты, получается, с утра до вечера, правильно? Там с ночевкой нельзя, выходные тоже нельзя. Нет, нет, нет. 7 до 7, по-моему, там было. Или до 8. Будние дни. Да, а вот в этих частных садах, где большая цена, там можно на весь день оставить ребенка. То есть, например, ты уехал по работе, срочно улететь. Ну, то есть, вы должны понимать, там уровень чуть другой, не просто так. Вон, Росгвардия, да, пошла? Вот, да, вот охрана пошла. Они обход делают постоянно, в принципе. А как, Росгвардия, это же государственная, да, вообще? Ну, она договор с ними составляет, все, платим. Все, да, платим. Ну, вот, кстати, знаешь, тоже у меня вот, у меня к ним претензий нет. У меня есть претензии по оплате. Ну, так как, знаешь, они, по сути, охраняют, да, они охраняют, они здесь ходят, все постоянно, все, вот у нас там, знаешь, если кто-то здесь сидит, шумно, они подходят, там, ребята, нельзя. Ну, они охраняют общую домовую территорию. Оплачу я с квадратного метра почему-то квартиры свои. Вот, понимаешь, грубо говоря, у меня у соседа 40 квадратов, у меня 100, да. Охраняют нас одинаково, только он платит в два раза меньше. Ну, давай вот здесь как раз-то по цифрам мы пробежим. У тебя 96 квадратных метров. Сколько у вас выходят вот эти вот ЖКУ, услуги коммунальные за квартиру, включая электричество, в общем, под ключ? И сколько вы платите вот за охрану, уборку и прочее, прочее, прочее? Ну, смотри, я тебе общую сразу всю сумму, да, скажу, у нас получается, по-моему, тысяча полторы за, 1300, так, за парковочное место идет, да, и в среднем от 13, ну, даже меньше, вот летом бывает, потому что мы там чаще на даче находимся, от 13 до 15 за квартиру. Это, в общем, все, вот, знаешь. Давай по максимуму беру, 15 тысяч раз, плюс 1300 за парковку, два, 16, 300, ну, и сюда плюс 1000 рублей интернет. Интернет, нет, там, интернет чуть дешевле, да, ну, 500, 500 рублей интернета у нас. Короче, 17 тысяч рублей, просто в большую сторону лучше округлю, дешевле вышло хорошо, вот 17 тысяч рублей в месяц. Это вот прям вот максимум-максимум. Концептуально он себе заложил так, что он будет сидеть, балдеть, и у него будет небольшой каминчик. То есть, это биотопливо, оно не воняет, нет абсолютно никакого запаха. Тема распространенная в некоторых, там, частных домах, больших квартирах. Да, хотя даже, в принципе, и здесь можно было поставить, он, большие такие камины бывают. Это сделано больше так, для атмосферы, для интерьера, какое-то там тепла особо он не дает. В тот же момент посидеть, покайфовать можно. С твоего позволения, Саня, здесь. Я объясню, смотрите. Как она открывается? С другой стороны. Вы понимаете, для чего? Смотри, как у него, у него все блестит. Я такое ощущение, как будто ты здесь драил все, там, я не знаю, днями и годами к нашему. Ты еще можешь вот так вот сделать. Нет, друзья, даже пыли нет. Легким движением ноги. Сюда морс, сюда квас. Шторы закрыты. Я когда пришел сразу, ну почему, интересно, так сделано? Ведь день, зачем закрывать шторы? Обычно на ночь закрывают, и то в летнее время. Покажи, пожалуйста, какой вид открывается из окна. Ну, рассказывай эту историю. Сидишь ты дома, рисуют у тебя здесь ребенок. Ну, в общем, да, смотри, сижу, ребенок здесь у меня рисует, я вам в гостиной телевизор смотрю. Слышал, кричит мне, пап, пап, я говорю, что случилось? Думаю, это. Он говорит, почему дядя на меня этот смотрит? А? Я такой, чего? Я кричу иду сюда, смотрю, я не помню, как он из этих балконов. Реально, мужик сидит, бинокль, и сидит вот так вот по квартирам. Туда, сюда, вот так, на нас, вниз. Что там он наблюдает, я не знаю. Ну, реально, вот так сидит и смотрит по квартирам. Что, как? Тут, в принципе, и так все видно, и без бинокля. Знаешь, вот так вот, когда темно, свет все включает, видно, кто что делает. А это прям вот чуть-чуть, и все. С этого момента приходится, знаешь, прикрывать ребенок все-таки. Извини меня. Вообще, вот она, где жесть, на самом деле, кроется. Когда вот так вот дома ставят плотником, блин. И такое бывает не только там, да, вот здесь комфорт плюс там. Ну, назовем его комфорт. По факту, эконом просто слово убрали. Ваш дом тоже с углов, там все равно немножко видно. Но, опять же, хочется надеяться, что в твоем доме не такие соседи. Ну, не так вот, знаешь, да, еще под углом и преломление, а здесь вот прямой вид. Представьте, вы генеральный директор. Вы несете ответственность за всю компанию и ее сотрудников. И у вас нет права на ошибку. Вам приходится контролировать руководителей. Но на контроль сотрудников у вас уже не остается времени. А многим и представлять не приходится. Бизнес-телефония ЮЭС создала уникальный сервис для руководителей и владельцев бизнеса. Онлайн-мониторинг, в котором вы получите конкретные инструменты для управления и контроля сотрудников. Которые помогут повысить вашу прибыль. От отслеживания источников рекламы до записи разговоров. ЮЭС разработала комплексный метод подхода к коммуникациям по запросу предпринимателей на основе 20 лет работы в этой сфере. Вы получите более сотни доступных метрик. Настройка виджетов, которые помогут настроить рабочие процессы. А благодаря мощнейшей технической поддержке платформа получила звание народного лидера в сегменте по рейтингу Яндекс. А подключение и настройка занимает не более трех часов. Полученные возможности помогут вывести ваш бизнес на новый уровень. Получите личную консультацию со специалистом ЮЭС, где он ответит на все ваши вопросы. По ссылочке в описании или по QR-коду, который прямо сейчас вы видите на экране. И по ним же вы можете получить бонус в виде 1000 рублей на счет для того, чтобы потестировать платформу. ЮЭС ждет вас в описании. Мы уходим на краюшек нашей территории, назову ее так, за моей спиной. Друзья, я не знаю, по кадрам вам получится это передать или нет, но когда ты смотришь, это прям нереальный какой-то массив. Просто бетонно, вот современное жилье. Вы гляньте, ну вы просто гляньте, как это выглядит. А он как будто вообще одно целое. Ну да, да, да. И самый-то прикол в том, что вот это вот, можно сказать, копировать, вставить, в ту сторону пойдет, в ту сторону пойдет. Вот за нашей спиной, ну я вам перебивками покажу, дом, там 9-12 этажей, недавно говорят, горел. Ты отмечаешь то, что ты видел, как и дома, тоже новостройки, да, горели здесь? В пике здесь, да, было пару пожаров, видел. Ну мы вернемся к нашей парковке. Вот здесь тоже интересная ситуация, да, видите, ну понятно, понаставили конусы, потому что люди у нас все культурные подельности, когда берешь. Но когда приезжаешь и поставить машину негде, на газон, милое дело, пожалуйста. Ты выступал с инициативой, а инициатива, она дело такое. Расскажи, что ты тут придумал и что ты предлагал? Да и сейчас, знаешь, это как кот Леопольд. Такой, ребята, давайте жить дружно. Знаешь, ситуация случилась, грубо говоря, вот не было полусфер, да, фотки сразу люди выкладывают. А, беспредел, кто-то на новом, причем, на шестом, прям вот сюда вот так нас заехал и все и поставил. Я такой пишу, говорю, слушайте, ну, знаешь, как одно из решений может быть, даже, знаешь, такое, как бы, вот, мое такое личное такое вот побуждение, знаешь, у меня есть, да, парковочное место. По сути, ну, так вот, выходные, я на даче, да, машина ломается, ты ее отвозишь в сервис, да. Я говорю, ребята, давайте, говорю, каждый там, допустим, вот, я не то, что, говорю, вот, всему дома, да, вот, у меня вот есть подъезд мой, да, вот, я вот живу в своем подъезде. Я говорю, давайте какой-то час изданим, типа, вот, наш чисто-чисто, наш четвертый подъезд для автолюбителей. Я говорю, мне не жалко. Я говорю, я уехал на два дня, вот, сосед, к нему, допустим, там, родители должны приехать. Я тоже, я часто, тот же, вчера, вот, там, читал, к кому-то там родственник приезжали, и вот, знаешь, вот так вот катаются, вот здесь вот тут место ищут. Я говорю, да не вопрос. Я говорю, даже просто за спасибо, ну, чисто, знаешь, как там, ну, чисто по-соседски. Я говорю, я дам тебе спустись, ну, типа, поставь, я буду ехать, я тебе позвоню, скажу, все, там, это, и все, ну, как бы, ну, что ты думаешь? Меня сразу в далекое путешествие некоторые отправили. А чем обосновали, типа, я купил, что ты... Не-не-не, знаешь, мне такие сразу, типа, каким-то букингом что-то занимаюсь, еще что-то. Я говорю, ребята, нет, стоп, я говорю, не, не так. Я говорю, я, как бы, чисто вот по-соседски, по-дружески, я говорю, мы, вот, ну, я не говорю, что я всем буду тут раздавать, знаешь, стоять такой, заезжайте ко мне, кто хочет. Эх, блядь. Ты что снимаешь, блядь? Я тебе сейчас камеру твою, знаешь, куда засуну. Ну, вот, знаешь, вот, тихий, спокойный, для кого-то культурный отдых. Вот так вот встали, нахерачились, и, так сказать, по домам расползлись. Вы глянете, что у него в машине. Просто, мама, дорогая, кто-то любит водочку, сок, и все. Водочку с соком, блядь. Вы глянете. Это что такое? Короче, машина используется, как помойка, просто реально, как мусорка. Ты покажи. Она вот стоит, то есть колеса накачанные, пожалуйста. Главное, сидение водителя, оно тоже нормально, то есть там чисто. А все остальное чисто, просто мусорка. Прикиньте. Вот так вот остановить человека. Здравствуйте. А у тебя вот такая картина. И вот какие-то вещи лежат на поверхности, а где-то стоит копнуть глубже. Все вот эти современные дома, новостройки, программы, реновации, несут за собой один неприятный шлейф. Маргиналы, алкаши, наркоманы. Подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить один из последующих выпусков, где человек нам по-живому расскажет, как он, проживая на вторичке, получает возможность переехать по реновации, переезжает. Дом высокий, большой квартир больше. И в него заселяют из других домов тех соседей, о которых он раньше и не знал. И потом получается так, что весь подъезд в шприцах, весь раздолблен в силу того, что туда, говорит, носят закладки и прочее, прочее, вот этот весь негатив, бесконечный поток алкашей и наркоманов, приводит к тому, что он принимает решение, все, я этого терпеть больше не буду, я уезжаю. То есть выжили человека из квартиры, хотя он сделал в ней ремонт, живет с детьми, за город аж уехал. Все вам покажу, расскажу, вот мы сейчас с ним на связи, сюжет готовится. Поэтому интересно будет, не пропустите. Я хочу честно сказать, что это, наверное, первый жилой комплекс и сам по себе дом и квартира, которая мне прям сильно понравилась, что называется, зашла. Но я бы себе квартиру здесь не купил. Вот видите как? Все понравилось, не купил. Объясню. Две причины. Вот реально. Лично свое мнение, так сказать, пишу комментарии сам себе. Первое. Вот этот вид, ну просто, блин, да? Вот всю картину ломает. Ну реально. Вот просто две комнаты, детская и спальня, и у тебя перед тобой дом. То, что ты постоянно должен ходить там, не знаю, с закрытыми окнами. Ну, блин, ребят, меня бы это напрягало. Проживая дома, особенно когда ребенок, вот то, что ты рассказал, для меня это вообще мама дорогая, что это за история. Мне такое не нравится. И вот с этой стороны, вот садя его справа, не так, как там, не так. Вот здесь прям, можно сказать, повезло. Идеальный вариант скопировать, вставить куда-то в угол, вот в одну из башен, чтобы у тебя вид открывался, не знаю, на город. Ну, другая история. Это первое. И второе, ну, знаете, привыкаешь к своему району. Может быть, где-то у себя, либо там чуть в другом месте. Вот этот район, он для меня чужой. Он, как бы, другой. И опять же, вот эта застройка массовая, я понимаю, что на перспективу, что здесь будет, вот, как бы, можно хапнуть геморроя. Но во всем остальном, квартиры, как расставлено, вот я не знаю, почему так складывается, я уже неоднократно это говорил, что все люди, кто приглашают в гости, вот у нас что-то вот общее все равно есть. Вот некоторые говорят, зачем тебя зовут, показывают свои квартиры, не знаю, но общее что-то есть. Вот я захожу, думаю, блин, ну, даже начиная с цифры, он на шестом этаже живет, я на шестом этаже живу. Ну, вот и такие вот мелочи, ну, имеют значение. Так сказать, за удачную покупку, ну, хата класс. Вот ты вообще здесь проживаешь, как, кайфуешь, балдеешь, что вот с точки зрения быта тебя здесь раздражает. Потому что я знаю, ты бы тоже хотел бы отсюда переехать, но с этой квартирой, так сказать, забрать ее с собой. Куда? Куда? Ну, в тот район, где мы жили, естественно. Ну, и тоже это, опять же, все перенеселение, да. Опять, ты вот сейчас сказал, да, взять хотя бы вот эту квартиру и перенести ее вот туда. Там есть такие. Там вот в этом корпусе, ну, как корпус, да, крыло это, так скажем, назовем. Там такие квартиры точно самые, ну, почти такой же планировки, все. Но, вот сколько там, там 19 этажей и по 8, наверное, на этом. Ты сам понимаешь, да. И, кстати, тоже вот лифт ломались. Я часто там видел, там прям сломался лифт, один и второй, все. Жопа. И что делать, да, вот ты вот поднял себе там, даже на 15-м ты себе взял, а у тебя там еще 8. Почему мы именно выбрали вот именно это крыло, потому что, сам видишь, 12 этажей, 2 лифта и 4 квартиры на этаже. Вот это было, знаешь, мы могли и ту выбрать, цена была такая же. Но именно выбрали эту, да. Вот, а вид, это уже после. Вид вот этот вот, это уже... Когда его покупали, да, такого не было. Да, тут даже разговора не было. Я спрашивал, говорю, что будет здесь с этим, ну, вот с заводом, что тут было, да. Мне говорят, не-не-не-не-не, все реновации, все туда. Здесь все как было, так и будет. Никто трогать ничего не будет, все хорошо. Но я думаю, ну, и бог с ним. В принципе, 6 этаж, это же, говорю, не первый, не второй. В принципе, ладно, я думаю, здесь вид там, да, говоришь, уже видно. А здесь, ну, будет открыто, да, так более-менее. Ну, и ладно, хорошо. Ну, на этом-то и сошлись мы тогда, поэтому и купили. Здесь именно, вот именно здесь, да. Ну, она получила, знаешь, я вот так вот заметил, что вот это именно моя квартира, это самый центр. Вот если взять вот этот вот, да, крыло, это получается вот сверху, снизу, с боков, это самый центр. Классная квартира, все здорово. Чем занимается жена, где она работает, ну, кем работает, и чем занимаешься ты? Вот кратенько расскажи, пожалуйста. Жена у меня экономист, крупная организация. А я с другом у нас своя мастерская по производству авторской мебели. Ну, грубо говоря, вот, знаешь, вот то, что ты там видел, здесь некоторые изделия, это все вот наше производство. Мы совместно, мы вдвоем. Вот, Алексей, мой друг, он уже чуть раньше меня в этом деле, я к нему чуть позже же пришел, да, со своими какими-то идеями, с какими-то своими работами, да, и вот сошлись на том, что нужно работать вместе, и вот. Значит, переходим к позитиву, смотрите, это шарлотка из домашних яблок с Михнева. Из Михнева, да. Из Михнева, из Михнева. Делала жена, снимаем пробу. Если не вкусно, то купили. Если вкусно, то жена делала. Ребят, он просто такой, как вот сказать, не мокрый, а такой сочный. Пропитка такая, прям идет с яблочками. Вкусно? Офигенно. Друзья, как я люблю приходить к вам в гости и что-нибудь съесть. Извиняюсь, что говорю с набитым ртом, но это просто, я отвечаю, вот такие вещи, 5000 рублей должен продаваться в магазине. Очень вкусно, Лен, просто огромное спасибо, отмечаю. Не надо никому предлагать. Я говорю, сейчас вниз кафе, то отнесем очень хорошее. Собой я его заберу, блин. Забирай. И уже приближаясь к логическому завершению, нужно делать выжимку. Цены. Народ голосует рублем. Наверняка многим из вас интересно, сколько же стоят квартиры сейчас в этом доме. Начнем с того, что продается всего 4. В объявлениях я нашел именно столько. Однушка, 38 квадратов, 14 миллионов рублей. Двушка, 60 с чем-то квадратов, 24 миллиона рублей. Саша рассказывает, что подобная трешка, как у него, в последний раз продавала за 35 миллионов рублей. Как вам? Перенаселение. Пятиэтажки сносят, растут вот эти вот человеники. Но народ покупает. Я и без камеры подходил, спрашивал у людей, что думают, как думают. Вот на самом деле, те, кто сидят в чатах, обратите внимание, на вас поступают жалобы. Говорят, надоели эти люди, которые вечно всем недовольны. Что не предложив, все не так. Ссорятся, ругаются на ровном месте. Саша говорит, даже как-то какие-то две женщины в чате переписывались до того, что уже хотели выходить на площадку драться. Морды друг другу бить. Что еще? Вентиляция. Была жалоба на вентиляцию. Одна женщина сказала, Александр подтвердил, что когда квартиры получали, неисправно она работала. Но якобы застройку ее подправил. И на уровне и серии ноль. Нехорошо, неплохо. Работа минимально допустимый вариант. По крайней мере, вот так сказал мастер-приемщик по квартире, который принимал. Коммерция на первом этаже. Ну, зашли, спросили, как вообще народ приходит, покупает кофе, завтраки, еще что-то. Говорят, берут, но вяло. В основном на доставку работаем, доставка хорошо расходится. По всем остальным вопросам, друзья, ну, не добавить, не убавить. Собрали всю для вас информацию, поэтому дальше останется только сделать вывод. Я лишь хочу напомнить. Если вдруг вы задумываетесь о покупке или продаже квартиры в Москве и Московской области, выбираете себе райончик, вам нужна в этом профессиональная помощь специалиста по недвижимости, риэлтора, агента по недвижимости, как вам больше нравится, обращайтесь. Есть у меня проверенный, толковый специалист, который проведет вам всю сделку от и до, работа по договору, само собой, за денежку, все вам расскажет, подскажет. Надо, пишите. Не надо, не пишите. Вот таким получился выпуск. Мне кажется, он был информативен, полезен. И самое главное, есть над чем задуматься. Никогда я не ставлю себе задачу, что-либо засрать, поехать только на негатив, или что-либо нахвалить. Плюсы и минусы разной истории жизни, просматривая которые, вы получаете полезную информацию и делаете выводы, о которых я и прошу вас поделиться, написать ваше мнение в комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Подписывайтесь на телеграм-канала. Полезные ссылочки ждут вас в описании. До следующего воскресенья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok